всем привет июль 2017 топит сегодня всех и везде поэтому включайте ваши радиостанции на волну linkmeup.ru восьмитысячный пор где у нас крутится айскаст и слушайте синистра в шестой раз привет саша всем привет как дела что изменилось за последние два года с момента нашего с тобой последнего подкаста мы хоть с тобой и общались две недели назад но вот про личную жизнь разговор не зашел расскажи ну собственно ничего такого особо интересного единственное наверное отметить что компании пантеста я больше не работаю и сейчас очередной раз занимаюсь более такими прикладными вещами шутизация коммутация немного виртуализации в общем всем понемногу но более такие практичные вещи ну и естественно про ибо тоже конечно же не забываю пока больше вроде ничего такого интересного не происходило то есть по основному профилю деятельности ты от безопасности дошел ну каком-то роде можно и так сказать наверное интересный поворот вообще по многочисленным просьбам я пригласил тебя рассказать подкасте про предотвращение проникновений через одесса и ps но насколько я понимаю ты пошел дальше и сегодня планируешь рассказать почему собственно эти одесса и ps сейчас не нужны или точнее как они реализованы на новом уровне да все так старая классическая схема безопасность уже естественно устарела со временем и картина угроз сильно изменилась но и подтянулись новые продукты которые и технологии которые мы сегодня как раз попробуем рассмотреть но мы сегодня безводных наташи не будет новостей не будет поэтому наверно сразу переходим делу только для слушателей я скажу что у нас в этот раз подготовлена снова презентация она лежит на сайте на link me ups в топике с анонсом в общем будем идти по ней поэтому саша передаю слово тебе начинай и дальше по плану в начале перед тем как уже непосредственно к защитным инструментом переходить хотелось бы кратко вспомнить возможно ты не следил про одно достаточно такое громко беспрецедентное можно сказать событие которое свою очередь повлиял на можно сказать на всю эти индустрию в целом началось все летом прошлого года участники на тот момент неизвестной группы которые назвали себя shadow brokers они заявили что каким-то образом взломали equation group безызвестно и готовы продать немного немало кибероружие анб и продать то посредством аукциона куда-то вообще анб появился ну очень многие связывают деятельность equation group с американским соответственно правительством примеру и лаборатория касперска это много лет назад проследила и другие те вирусные вендоры equation group ведет свою деятельность уже там начиная чуть ли не с 90-х годов 96-го года и соответственно прослеживается связь в том числе и с нашумевшими стакс нет flame и так далее то что мы как раз когда-то давно уже обсуждали соответственно при первом сообщении был опубликован несколько скриншотов и два защищенных зашифрованных архива которые содержали соответственно файлы той самой equation group пароль сразу был представлен только для одного из этих двух архивов и было соответственно объявлено что это некая такой бесплатная дем ну а пароль соответственно второго архива получит победителя аукциона который был устроен по скриншотам было сразу видно что файлы датированные начиная с 2010 по 2013 годы и из того архива который был сразу доступен там содержались различные эксплойты для различных продуктов циска juniperd fortinet еще какие-то компании в основном под аппаратные фаерволы здесь сразу стоит отметить что название инструментов и эксплойтов они сразу же точности совпали с названиями которые еще 2013 году были опубликованы документах с ноутом который предоставил журналистам помню что в то время выдвигали самые разнообразные теории и и различные эксперты и даже вендоры некоторые заявляли что может быть это настоящие документы слишком все это выглядит фантастически и так далее ну и соответственно обнародование этих инструментов уже в свою очередь подтвердила тем самым косвенно подлинность этих документов что в общем то тоже некий след на индустрию оставил ну и соответственно компании подтвердили что действительно есть угроза для продуктов но некоторые естественно были сильно устаревшие уже были не только сняты с продаж но из поддержки но тем не менее был 0d уязвимость в том числе и на тот момент текущих используемых фаерволов циска оса уязвимость точнее эксплойт он эксплуатировал уязвимость в снмп ну там такая специфическая была уязвимость которая скорее всего где-то изнутри сети могла была эксплуатировать будет эксплуатирована но тем не менее что происходит далее после всего этого после того как прошли все эти обсуждения и новости и так далее аукцион начал проходить видимо не так как ожидали создатели не слишком активно скажем так присылали деньги и время от времени что брокерс они старались как-то подогреть интерес общественности там спустя несколько месяцев они публиковали новые сообщения это уже были не инструменты но это были списки серверов которые согласны заявлениям они якобы были скомпрометированы а nb equation group а были домены и пи адреса ну все достаточно устаревшая была но тем не менее опять же некоторые рендеры в том числе лаборатории касперского они подтвердили что действительно все это может иметь прямое отношение к equation group после этого спустя еще немного времени опять же оказалось что желающих тратить крупные суммы сумма там было в общем-то немалая речь числа там миллионах если правильно помню тут соответственно опять же время от времени появлялись новые сообщения шедо брокеры они отвечали там на какие-то вопросы жаловались что в общем-то все боятся рисковать кто не хочет покупать и так далее но после этого было сообщение что аукцион отменяется потом в конце уже пошло года было обнаружено что те же самые что брокер они пытаются продать эти инструменты поштучно уже то есть не весь архива по одному там так найти на какой-то платформе то тоже что-то особо стоимость от 1 до 100 биткоинов так далее тоже как-то дело не особо пошло и в январе уже этого года 2017 похоже что отчаясь окончательно и было как бы прощальное якобы прощальное сообщение которым было заявлено что главной целью собственно было заработать на продаже этих данных но это не получилось и на этом они прощаются но проходит еще несколько месяцев и в начале апреля соответственно 2017 неожиданно они опять активизировались и очередное сообщение с политическими лозунгами и здесь уже был приложен архив с очередными эксплойтами на этот раз под юникс платформу в основном там достаточно устаревшие эксплойты различные древние сервисы но из того что там было вполне актуально там был эксплойт для zero-дивизимости в системе solaris там целая достаточно большая диапазон версий чуть ли не под все версии и соответственно oracle со временем выпустил это безумно огромное количество обновлений что что лишь 60 патчей одно время в общем что такое было после этого опять на некоторое время затихло но ненадолго и вот соответственно в середине апреля накануне выходных по моему появился уже знаменитое сообщение которое было названо трудности перевода устанта фейшн и здесь уже как раз содержались инструменты самые наверное разрушительные за всю историю их публикации этой группы под windows платформу тот самый этими blue и другие эксплойты целиком фреймворк это который ванны край до подразумевал до который спустя некоторое время уже начали использовать и соответственно вирусописатель спустя еще по-моему месяц или около того опять-таки появилось новое предложение тоже после на край было предложение всем заинтересованным оформить соответственно подписку на сервис ежемесячный дамп новых соответственно эксплойтов под браузеры под windows 10 и так далее соответственно опять же обещают новые соответственно инструменты и соответственно ожидают продать эти данные если они конечно у них еще остались то есть стартовали да они не ахти как но все-таки кому-то они получается продали раз и ванны край и но то петя выстрелили нет тут не так ситуация они сначала это опубликовали в общий доступ а потом уже соответственно разразилась эпидемия ванна край и дальше уже все остальные вирусы все это продолжается до сих пор вот в этом анонсе после того как начался ванна край кроме того что они анонсировали новые сервисы подписки они еще также сообщили что необходимо скажем так именно их благодарить за то что эта визимость была исправлена до того как начался ванна край то есть микрософта за месяц еще патчи выпустил соответственно шедов брокерс сообщили что только после того как они опубликовали скриншоты всех своих инструментов и фреймворков видимо в нб уже поняли какие инструменты утекли скажем так и соответственно негласно проинформировали об этом микрософт и микрософт соответственно выпустил патчи опять же косвенно в сторону этой теории может быть подтверждение что как раз выпуска этих патчей он как-то описание этих патчей но такое достаточно размытое было у самих микрософт поэтому вполне возможно что обязательно так и было соответственно примерно так развивалась ситуация что будет дальше пока конечно же неизвестно как если немного проанализировать соответственно как это могло происходить то есть каким образом могли быть получены эти инструменты то есть кто такие шедов брокерс конечно же неизвестно но можно делать несколько предположений во первых датировка файлов это осень ну самая свежая файл это где-то осень 2013 года и все указывает на то что часть материалов она была собрана с некого внешнего сервера анб то есть опять же не секрет что в своих операциях либо используются уже скомпрометированы либо берутся в аренду хосты которые дальше уже как бы напрямую не связаны с агентством но при этом ими используются и естественно на этих хостах и размещаются инструменты вполне возможно что один из таких серверов был либо случайно либо намеренно был скомпрометирован и соответственно была получена таким образом часть инструментов слухи и информация о том что удавалось как-то скажем так обнаружить это подозрительные вещи они уже несколько лет скажем так циркулировали в иб сообществе и соответственно вполне может быть что так и произошло при этом материал который они публиковали достаточно сильно различается там были и соответственно эксплойты фреймворки но также был например публикован и целиком рабочий каталог аналитика анб по атакам на банковскую сеть свифт так как материалы настолько сильно отличаются то большая вероятность что они были получены все таки с различных источников и вполне возможно что файлы презентации о банковской сети они могли быть получены даже с некого внутреннего ресурса анб это тоже нельзя исключать касательно того что был некий информатор который примеру сноудена что-то мог тоже распространять это версия на не слишком скажем так реалистичная во-первых примеры с тем же снова другими информаторами не показывает что почти сразу публикуется информация то есть обычно годами никто этого не ждет опять же датировка 2013 с другой стороны после сноудена известные аресты по крайней мере публично по крайней мере публично известные два случая как минимум за сбор секретной информации но при этом по обеим этим случаем пока расследование не доказала фактов передачи каких-то данных информации скажем так третьим лицам иностранным каким-то структурами еще кому-либо поэтому версии с информаторами опять же вопросом находится еще одна версия может быть что это какие-то случайные хакеры атакующие то ли как-то случайно нашли инструменты но в этом случае опять же трехлетние ожидания как-то подозрительно выглядит а если бы это были кита скажем так злоумышленники они бы их начали использовать для своих целей и на край появился бы эти четырнадцатом и ну и были попытки как-то либо продать сразу же получить прибыль и не ждать поэтому крайне все это подозрительно выглядит и некоторые исследователи эксперты приходят к выводу что вполне может быть за shadow brokers может стоить то есть уровень масштаба государства отдельно то есть не какие-то честные лица что-то более крупное ну и соответственно все это лишь догадки предположения каких точных данных может и не будет но тем не менее сам случае он в истории и бм беспрецедентно опять же повторюсь потому что был опубликован инструментарий который вероятно действительно использовался в операциях на соответственно атаках на другие государства ну и это такая краткое введение можно сказать и соответственно рассмотрев шедоброкис мы плавно переходим к основной теме и тут можно вспомнить одно известное высказывание неравенстве скажем так сил защитников и атакующих соответственно ну которые можно звучит приблизительно то что атакующей стороне можно скажем провести 9 там допустим неудачных атак и всего одну удачную миссия будет выполнена при этом по времени ограничений зачастую тоже отсутствует ну а противовес этому защищающей стороне можно успешно отразить 9 а пропустить только одну и свои задачи не справиться поэтому силы как всегда неравноценны но мы посмотрим какие сейчас есть современные средства в арсенале защищающей стороне ну и начнем мы с фаерволов и с next generation firewall что такое есть классическое определение но очень простое и фаерволы следующем поколении или generation firewall они включают все три ключевые аспекта это файл возможности фаервола скажем уровня предприятия систему предотвращения вторжения ps и контроль приложений всего лишь три такие функции но на самом деле ситуация стоит несколько иная и современные фаерволы они уже обросли гораздо большим количеством функционал то есть здесь у нас и юрил фильтрация присутствует на основе репутационных сервисов и распознавание контента и распознавание учетных записей тегра интеграции например с актив дарик тарел дапом чем-то еще даже входит и расшифрование инспекции ссср трафика и так далее но то есть все что раньше было стендалон девайсами или стендалон приложениями которые накатывали на coin там интеловский сервер теперь все это уже интегрировано firewall да это сейчас уже комбайны которые состоят из 80 функций почему все переходят на защиту системы защиты нового поколения ну ответ простой потому что сейчас вендоры больше иного и не продают то есть если взять какой-то современный продукт любого вендора который будет фаерволом то большинстве случаев это будет next generation firewall кроме этого сюда же вендоры подключают пример антивирусные движки анти-батнет анти-ддос и все что угодно то есть это все уже объединяется если рассматривать такие решения скажем как защита от целевых таргетированных атак или тех же анб и так далее то естественно это не является там скажем так стопроцентной защитой серебряной пуре конечно же но это один из таких вот немаловажных элементов комплексной защиты скажем так кроме этого почти все вендоры также стараются использовать аппаратное ускорение то есть специальные чипы которые работают сигнатуры обнаружения те вирус на и так далее то есть все это работает в итоге достаточно еще и быстро теперь можно чуть подробнее рассмотреть next generation firewall на примере всем известно решение cisco оса ну во первых потому что очень часто встречается в жизни во вторых пример эволюции этого фаервола он очень показательный то есть практически за несколько лет так уже давно то есть обычный классический статус фаервол он обрастает и продолжает обрастать новым функционалом и уже сейчас может считаться next generation firewall в текущем своем состоянии ну начать можно с того что компания source fire была приобретена компанией cisco совсем недавно где-то в конце 2013 и на тот момент на момент покупки ее решения были в общем по разным оценкам они были лидером как раз в области систем предотвращения вторжений то есть напомню что source fire в свою очередь когда-то давно была основана автором самой известной консорсной системы snort и соответственно теперь это входит состав cisco для управления изначально использовалась некая централизованная система которая называлась defense center и это либо аппаратная платформа на которой можно подключить там где-то до 150 сенсоров они же фаерволы и можно было использовать как виртуальную машину там поменьше где-то до 25 штук опять же зависимости от лицензии ну и соответственно после покупки cisco начало все это интегрировать и приводить некому общему виду но это собственно уже неоднократно проводилась кто-то может вспомнить операционную систему кат-ос которая была когда-то очень давно на коммутатор также аэриоз на беспроводных и так далее то есть различные сторонние компании они приобретаются и постепенно интегрируется общую же среду ну и соответственно уже начал происходить фильтрация не просто на уровне портов протоколов как это классически реализуется но и на уровне про то уровня приложения и функции своих приложений то есть в качестве самого такого наглядного примера это например пересылка файлов по skype то есть отдельно пример политикой можно анализировать либо блокировать передачу подобных файлов то есть так называется политика skype файл трансфер к примеру но в результате софт файл начали запускать на файловах асса там где была приставка сексом и ну и нужно было если нет то докупить и ssd диск вставить его и соответственно загружать и пробовать этим всем пользоваться проходит еще немного времени и это через год cisco анонсирует полностью уже новое решение которое чел название фава power сервисы для осы соответственно платформа пополнилась новым функционалом и появилась собственно контроль приложений функция пиеса появилась и ирл фильтрация и отдельно еще амп это 20 ну вера протекшн то есть по сути анализ на вредоносный код ну то есть что-то вроде антивируса так вот все это естественно в дополнение уже к известному функционалу и соответственно интересно как это все поначалу управлялась а для управления функциями классической скажем асы используют как обычно либо асдм на джаве тот самый либо можно было конечно по ссс подключаться и соответственно с консолью все это конфигурировать ну а для управления всем новым функционалом нужно было использовать отдельную либо аппаратная ну либо программная машина то есть центр который сначала назывался до дефенс центр потом он начал называться фай сайт центр на самом деле название меняется чуть не каждый год и это может легко запутать соответственно фай сайт управлял всей новой функциональностью то есть айпи эс и рэй можно было создавать правила политики так далее ну и забегая вперед фай сайт это можно сказать облегченный съем что это такое и опять же мы к этому что беремся проходит еще еще год и появляется еще новая модель аса сексами и эти устройства уже добавляется там производительности и на них уже предустановлены ssd диск сразу же из коробки и готовы обычно установлены сервисы фарапау ну и 2016 году уже в прошлом году появляется новое централизованное решение которое учил название фай пава 3d фэнс очередное новое название аббревиатуры ftd и опять же зачем это было создано как уже упоминал изначально получается ситуация что старым функционалом управляем конфигурируем по старому новый функционал по новому соответственно на одном железке стандартный образ аэс для осы и дополнительно еще образ для соответственно нового функционала того самого next generation все это управлять и обновлять конечно не очень интересно кроме этого еще и отдельные лицензии smartnet подписки и так далее все это очень мало кому понравилось и вполне было ожидаемое решение что вот прошлом году появился фай пава 3d фэнс с выходом единого образа получили соответственно централизованное управление с одного места через веб-интерфейс без джавы без всяких неудобств скажем так и получили единый образ на котором и фаервол и новый функционал центр управления получил третье название теперь называется файл по менеджмент центр то есть ранее назывался файл сайт еще ранее фэнс центр и соответственно все как бы было отлично но при этом получилась ситуация несколько обратно весь новый функционал доступен и вполне удобно конфигурируется но при этом изначально только вышло в прошлом году старый функционал очень сильно был урезан то есть ну не было скажем возможности настроить например в п.н. изначально не завезли то есть при этом саму то железо все это умело конечно но в новом интерфейс это все пока не было изначально и только где-то спустя полгода после нескольких обновлений постепенно функционал изначальный добавлялся и сейчас уже если правильно помню версии 62 где-то может быть и не на сто процентов но по крайней мере весь основной функционал той же классической осы он уже доступен из веб-интерфейса если сейчас подключиться к соответственно этому железу по консоли то можно будет обнаружить что режим конфигурации отсутствует напрочь и есть только мониторинг и трэблшутинг то есть можно делать трейсер бак сниф и так далее то есть дикой конфигурации естественно там уже нет а потому что вся конфигурация уже происходит из нового центра управления того же вот примерно такая ситуация происходил ты немного предосхитил по моему мой вопрос насчет именно интерфейса управления то есть это какая-то внешняя система это уже не графический интерфейс самой железки да то есть текущий момент это либо аппаратное решение если таких сенсоров сейчас называется это уже не firewall это больше сенсор если их много ну либо виртуальная машина если их немного соответственно управление происходит через конфигурирование происходит через веб-интерфейс и при этом в том же веб-интерфейсе у нас есть дашборд то есть графики то есть есть некий light cm где мы будем видеть события что происходит так далее то есть масса информации который может выводить и соответственно можно делать корреляцию и так далее ну к этому еще доберемся постепенно а интеллект где в этом центре находится или на сенсорах хороший вопрос сенсор скажем так это железо соответственно там находится аппаратная часть которая соответственно занимается аппаратной обработкой трафика конфигурирование происходит на менеджмент центре и причем конфигурацию можно сохранить но пока не нажмем например deploy кнопку соответственно на сам сенсор или сенсор их можно убирать несколько ничего не распространится то есть конфигурируем сохраняем и потом соответственно распространяем конфигурацию уже по сети на сенсор но то есть это похоже в каком-то смысле на dpi платформу когда есть какая-то молотилка трафика которая детектирует пакет отправляет его на центральный узел и тот уже принимает более умное решение ну наверное что-то похожем направлении происходит какое-то такое развитие тут можно отметить что есть и специальный инструмент для миграции то есть начиная где-то с 9.1 по-моему можно конфиг но опять же не весь конфиг а например там правила над там объекты и так далее все это можно как-то попробовать плавно перенести на новое поколение есть также и ну изначально недавно уже были и виртуальные тоже приложения опять же под разные платформы начинают в м варе amazon microsoft азор хайпер ве кого им так далее то есть все это виртуализированной среде тоже постепенно будет работать поэтому процесс интеграции но происходит скажем не идеально но ступо всему постепенно происходит как раз превращение в тот самый next generation ну и пару примеров чтобы не какое-то такое представление было как это все работает кстати можно отметить что на cisco life в мельбурне было наверное штук пять докладов как раз посвященных как раз самой новой платформе firepower 3d fans ну соответственно пару интересных фич которые там присутствуют ну первая технология который можно рассмотреть это tns sync hall кстати есть крыс соответствующий схема на слайде если я правильно помню она входит в набор функционала url фильтр ну соответственно если предположить что пользователь уже каким-то образом заразился вредоносным по и соответственно если это по работает с использованием протокола dns это вполне возможно постепенно как вредоносные приемы техники так и сам функционал как мы видели с вирусами с последними усложняется с каждым разом все сильнее поэтому есть инструменты которые позволяют использовать dns запросы для как раз передачи так команд то есть самом теле можно все это вполне передавать и есть соответствующие реализации соответственно если зараженный хост отправить например dns запрос на местный локальный dns сервер то этот запрос в результате вот например локального сервера пройдет через firewall мы предположим что firewall находится на интернет edge вот и в таком случае вместо того чтобы скажем ответить что в адрес недоступен либо просто не ответите по тайм-ауту next-generation firewall данной ситуации он отвечает локальным dns серверу и дает ему так называемый synchole ip-адрес это dns ответ в итоге попадает клиенту зараженному и после чего клиент получив synchole ip-адрес он направляет пробует эту трафик это команды и соответственно этот synchole synchole адрес обычно специально не существующий ip-адрес но этот адрес естественно распознается firewall и будет обнаружен и генерировать соответствующие сообщения то есть будет маркер заражения хостов и ну и при этом конечно же хосты не будут выполнять командное своего командного центра то есть таким образом происходит некая такая интеллектуальная анализ dns запросов то есть да то есть некий элемент dpi присутствует и при этом может быть маркировка заражения хостов быть соответственно видно что таким образом ход заражен это одна из технологий ну вторая технология которая тоже наверное достаточно интересно это как происходит работа с зашифрованным трафиком собственно всем известно что ссср сейчас практически везде и большинство сайтов так или иначе уже на перешли переходит постепенно другое дело конечно к это реализация но тем не менее соответственно обычно доступно два варианта работы с зашифрованным трафиком это либо классическим the middle либо когда известны ключи что касается мы на за мидал то есть пользователь создает зашифрованное соединение с фаерволом но затем фаервол идет подключается к целевому сайту второй вариант это когда например защита своего собственного сайта когда у нас есть соответствующие ssl-tls ключи и они устанавливаются на фаерволе в таком случае конечно никакой mind the middle делать не нужно но это более редкий случай конечно первый вариант используется чаще особенно опять же в случае если firewall установлен на интернет edge и здесь конечно же возникают сразу нюансы во первых не все пока вендор еще аппаратно все это ускоряет поэтому часто это происходит программно соответственно достаточно может быть замедлить работу но и самое главное это конечно если сразу попробовать включить то может вылезти достаточно много проблем и это не скрывает том числе и вендор речь идет про то что часть приложений они просто перестают работать то есть если сайты в основном своем они еще работают никаких ошибок возникает то конкретный приложение но самый простой пример дробокс клиент который висит в трейс слушает и соответственно там обычно реализована технология называется ssl-pinning то есть он подключается и проверять сертификат если сертификат не тот который он ожидает увидеть сертификат firewall то приложение просто перестает работать ну и выхода здесь конечно только два видится это либо подобный трафик полностью блокировать либо наоборот его пропускать мимо ssd крипто то есть firewall конечно такую ситуацию особо влиять не может ну и соответственно чтобы вообще использовать подобную технологию нужно чтобы у всех клиентов конечно же был установлен доверенный корневый сертификат который будет использоваться на firewall это в общем что касается работы с сссм тл с трафиком сахар хороший вопрос в чате от андрея был какого масштаба предприятия или операторы используют такое оборудование в смысле имеется ввиду это операторское решение или это уровни среднего интерпрайза примеру ну я сейчас как качестве примера мы рассматриваем с с КАСУ и последнее поколение, то если, опять же, посмотреть... Ну да, о ней речь. Да-да-да, если посмотреть презентацию, то линейка последнего поколения с X-ом, она под все, соответственно, решения начинает с Small Business, крупный интерпрайз и дата-центры. То есть, соответственно, ценник на порядок будет увеличиваться, но, тем не менее, весь этот функционал, как бы, он доступен. Единственное, что можно посоветовать, если, например, выбор происходит, обращать внимание на характеристики Cisco и остальные вендоры, они указываются, обычно любят в нескольких, скажем так, местах, например, пропускную способность просто Firewall и если включить все вот эти функционалы Next Generation. Поэтому значение обычно будет 2 и, соответственно, конечно, второе значение будет поменьше, потому что все это проседает. Но, тем не менее, все это обычно присутствует. А в абсолютных цифрах можешь пример дать, какая у какой-нибудь там из комплектаций пропускная способность, производительность? По памяти нет, опять же, потому что у них, ну, у них широкая линейка, то есть на любые, скажем так, нужды, начиная от небольшого бизнеса, и количество, опять же, портов, там, может быть, 8 гигабитных портов, может быть, 6 и так далее. Ну, то есть эта информация как бы секретная, она есть в той же циске и так далее. Поэтому сейчас по памяти я не скажу, но под различные задачи они существуют. То есть, да, для провайда, для т-центров у них тоже как бы, насколько я помню, у них были решения под все. Ну и, соответственно, опять же, чем выше пропускная способность, чем больше там количество ядер процессора, больше оперативной памяти, соответственно, ценник выше. То есть там все как бы очевидно реализовано. Еще можно отметить, да, что старые линейки, они уже, по-моему, помечены как out of sale, то есть они пока еще поддерживаются, то есть даже первое поколение с X-ами еще пока поддерживаются, но уже постепенно уходят из продаж, и, соответственно, будет оставаться только новая, которая сейчас самая производительная, скажем так. Ну и то есть вот весь этот комплекс, сенсоры, как мы их сейчас называем, и центр, это совместно, совокупно это NG Firewall. Ну да, то есть если брать именно конкретно пример Cisco как вендора, то вот у них сейчас есть текущее решение, ну опять же называется Firepower 3D Defense, соответственно, это является вот таким вот классическим Next Generation Firewall, который они активно продвигают в последнее время. При развертывании, соответственно, ну, например, предположим, 8 интерфейсов, опять же, обычно производительности достаточно, и можно их конфигурировать, скажем так, в зависимости от задач, то есть, например, можно взять первые два интерфейса, их объединить, сделать их как бы inline, то есть в разрез сети, например, что-то пропустить, там взять следующий интерфейс, скажем, указать его как просто пассивное прослушивание, сделать спан на него трафика, следующий интерфейс, там, не знаю, DMZ, там, и так далее. То есть, учитывая, опять же, процессорную мощность и все остальные параметры, обычно, ну, если мы берем, конечно, Enterprise, скажем, операторский уровень, Enterprise, то позволяет, скажем так, достаточно эффективно обрабатывать там различные источники, не при этом применяя на них правила, инвизируя и так далее. А вот это, пожалуй, что хотелось сказать про Next Generation Firewall, и хотелось бы переходить уже к следующей теме, если пока особо вопросов нету. Следующая тема, это, конечно же, CM. CM – это Security Information и Event Management. Тут очень много, конечно, терминологии будет, но надеюсь, что на примерах, будет несколько примеров, достаточно подробных, на которых станет понятно, в общем, что это такое и как ее реализовывают различные вендоры. То есть, CM – это в основном агрегация, то есть, когда собираются огромное количество информации, ну, упрощенно говоря, скажем, логи, это корреляция, когда некая, скажем, аналитика работает, которая ищет общие атрибуты и связывает события в нечто, скажем, общее. Ну и оповещение, конечно же. Как минимум на дашборд, ну и, естественно, может быть там почта, смс и так далее. Ну и кроме оповещений, конечно, может быть другие действия, мы их тоже рассмотрим. Как вообще происходила работа в ИБ до CM-ную эпоху, скажем, не так уже давно, наверное, лет 5 назад. То есть, проведение расследования, оно происходило по факту происшествия. То есть, не было какого-то предупреждения, то есть, что-то случилось, нужно анализировать множество логов. Ежедневные задачи мониторинга событий происходили в ручном режиме, тоже неэффективно, но и, опять же, анализировать везде, даже в средней компании невозможно, потому что очень много источников, людей всегда мало. Бывают ситуации, когда там в секунду происходит, например, 10 тысяч событий самых разнообразных. Анализ такого количества информации в ручном режиме, понятно, что просто невозможен. А CM только для оповещения или принятия решения она тоже на себя может взять? Тоже, и мы к этому тоже доберемся чуть-чуть уже. Я просто прошу, потому что с текущими объемами ДДОСа у человека не успеют просто никакого решения принять и даже среагировать. Тут мы сейчас не про внешние какие-то рассматриваем, мы сейчас говорим про то, что происходит внутри компании. То есть у нас, скажем, ну, предположим, некий интерпрайс, там десятки и сотни серверов, опять же, разные операционные системы, антивирусные решения, фаерволы, next generation фаерволы и так далее. То есть очень много источников событий и, соответственно, все они что-то пишут. Соответственно, возникла необходимость автоматизации B-процессов, то есть, упрощенно говоря, нужно внедрять какие-то системы, которые будут анализировать огромное количество источников событий. Соответственно, вендоры начали предоставлять, опять же, различные решения, которые в данной ситуации, ну, во-первых, можно, наверное, сказать, что пока рынок тех же CM-систем не слишком, скажем так, стабилизировался, много вендоров и нет, скажем так, каких-то явных лидеров, которые там, даже тройку лидеров, наверное, сложно назвать. Все они работают приблизительно одинаково, функционал тоже примерно одинаковый, различаются они, ну, скажем, могут различаться, скажем, нормализацией логов, то есть, как они все это обрабатывают, какие именно обработчики события они могут предоставить, как будет работать коррекция из коробки и так далее. Может быть, встроенная функция в CM инвентаризации сети, то есть, там, топологию рисовать, там, и так далее. Также, достаточно важная вещь, нужно долго хранить информацию, то есть, часто бывают ситуации, когда атаки, они достаточно продолжительные, особенно, когда речь идет про то, что мы как раз называем таргетированные целевые атаки, то есть, скажем, проводится разведка, сканирование, сбор данных и длительное наблюдение за целью, длительное, то есть, это может быть, там, месяцы происходить, появляется какая-то уязвимость и, соответственно, например, веб-приложении наружном, где-то еще, или вот, там, да, в том же Firewall, и после этого проводятся попытки эксплуатации, в результате, соответственно, нужно длительное хранение и так, чтобы потом все это еще скоррелировалось. Все это в результате приводит к тому, что, в первую очередь, очень много времени, конечно, уходит на подготовку, внедрение, потому что сети очень часто, скажем так, несколько в таком неорганизованном порядке могут быть. Ну и сразу несколько примеров, как использование подобных CM-систем без какой-то привязки к вендору. Многие системы могут что-то подобное реализовать. Ну, самый простой пример, предположим, что IP-адрес Enterprise-предприятия, он попал, например, в спам-листы по какой-то причине внезапно. Анализ событий в CM-системе и в результате обнаруживается некая нетипичная активность, например, из гостевого сегмента сети. Соответственно, быстро определяется сегмент с подарительной активностью. Ну и выявляется, что один из хостов начал рассылать внезапно спам. Это устройство блокируется, ну и оказалось, что мобильное устройство сотрудника, на котором была настроена рабочая почта, каким-то образом было что-то установлено, в общем, было заражено и стало частником Батнета, что, в общем-то, не редкость. Что после этого можно сделать? Опять же, упрощенный такой типовой пример. Нужно автоматизировать обработку подобных событий в будущем. Проводится анализ, опять же, подозрительной всей этой деятельности СЕМа и разрабатывается алгоритмы. То есть, как будут обрабатываться подобные инциденты в будущем. Опять же, упрощенно говоря, при множестве попытках соединения из недоверенного сегмента сети по СНТП, например, отправляется команда беспроводному контроллеру, который блокирует указанное подозрительное устройство и дальше какое-то уведомление отправляет. То есть, это самый наглядный пример автоматизации ИБ-процессов с использованием классической СЕМ-системы. Еще пару примеров. Бывают ситуации, скажем, инсайдерские атаки, ну, это, скажем, могут на собеседование, например, приходить соискатели, скажем, и, например, какой-то момент, когда их никто не видит, попробует, например, что-то подключить в сетевую розетку. Таких устройств, ну, кстати, подобные устройства, они обычно, опять же, в западной ИБ-сообществе они дропбоксом называются, потому что их обычно подключают и после этого их не забирают. Обычно размером с блок питания есть готовое решение, можно саму собрать на из того же Raspberry. Собственно, они могут использовать как для сбора информации сети, ну, либо представлять из себя что-то вроде аппаратного бэкдора, то есть там можно подключить 3G-модуль, например, через который, соответственно, будет рейс подключения к атакующим и информация туда будет передаваться. Да-да, Мистери Роботи это было. Да, точно. Кстати, да, это, наверное, первый сериал, который, ну, фильм, можно даже сказать, там, где действительно, скажем так, грамотные были консультанты и большинство примеров, которые там показывают, и инструментов, и дистрибутиев, они действительно используются в ИБ-среде. Возвращаясь, да, к сандерской атаке, в случае, например, при той же СИЭМ-системы, нужно, опять же, выявить подозрительную активность сегмента сети, например, началось активное сканирование, ну, и дальше, соответственно, уже внедряется автоматический процесс, опять же, СИЭМ, который в случае подключения каких-то таких подозрительных устройств, указанные участки сети, он, например, будет отправляться соответствующее сообщение для проверки уже физической, скажем так, проверки помещений, то есть, не появилось ли что там нового подозрительного. Ну, и в случае рисков заражения тоже, естественно, автоматизированный может быть тоже процесс, который на основе анализа, поведенческого анализа тех же вирусов, вымогателей может уведомлять, опять же, отделы, так и конечных сотрудников, например, если ему, что подозрительное пришло. Что еще, ну, кроме примеров, что вообще часто используют в работе сием? Ну, естественно, работа с дашбордом, общая картина происходящего, источники событий и вообще, что происходит. Могут присутствовать фичи вроде проверки сети на уязвимости, на предмет неустановленных патчей, дополнительный функционал, который прямо из того же интерфейса может запускаться. Ну, и, конечно же, мониторинг инцидентов, распределения инцидентов между сотрудниками eBay, если их несколько, опять же, в IT-подразделения могут передаваться. Еще отдельный интерес, это, конечно, интеграция и корреляция событий систем контроля доступа. Так называемый SCUD-система пропуском своим проводит и открывается, соответственно, там, турникет, дверь, все что угодно. это все можно интегрировать тоже в CM-система. Простейший пример, который можно представить, ну, например, какой-то сотрудник не пришел сегодня на работу, а кто-то использует его личные учетные данные и получил доступ к каким-то сервисам, и, например, не просто к его сервисам, а непосредственно там с его локальной рабочей станции, что-то вроде этого. Опять же, подобные ситуации, их тоже можно мониторить, опять же, уведомления соответствующие создавать. То есть, в данной ситуации либо пароль кому-то был передан, либо сотрудник потерял пропуск, чтобы тоже, в общем-то, отдельно, скажем так, наказываться в том или ином виде. Поэтому интеграция с контролем доступа тоже, в общем-то, вещь интересная. Теперь пару конкретных примеров CM-систем, в неком виде CM-систем, можно сказать отдельный инструмент для безопасности. На самом деле терминология она очень такая размытая и часто могут быть синонимы и так далее. Система контроля привилегированных пользователей. Это вещь интересная в крупных компаниях, но это, естественно, только в самых крупных компаниях используется. На самом деле не только для контроля, скажем, штатных администраторов, но также, например, присутствие каких-то специалистов, например, сторонних организаций на своей территории, например, проверка аудиторами, либо что-то отдается на аутсорс, ну и, соответственно, этим людям предоставляется какой-то привилегированный доступ к чему-либо. Подобное решение, соответственно, представляет, опять же, масса вендоров. Мы рассмотрим один конкретный, самый, наверное, популярный на российском рынке, хотя, может быть, не самый, но, тем не менее, неоднократно о нем слышал. Это компания Балабит. Соответственно, как вариант, можно помянуть, что некоторые из операторов большой тройки именно красивые решения используют. Да-да, приходилось сталкиваться. я, собственно, лично всего пару лет назад вообще услышал про существование подобных решений, как-то не сталкивался, но достаточно интересно все это реализовано, то есть, как бы, с одной стороны все очень просто, но с другой стороны, конечно, работы, наверное, много пришлось потратить. Собственно, на слайдах аббревиатура SCB, Shell Control Box, это один из их продуктов, соответственно, он поддерживает самые основные протоколы администрирования, начиная от RDP и заканчивая с SH, SCP. Как обычно, это либо физический сервер, либо виртуальная машина, ну и функционирует он как прокси-сервер уровня, ну прокси-шлюз, можно сказать, ну и прокси-сервер уровня приложений, то есть, проходящие через нем соединения и трафик, они уже обрабатываются на уровне приложений. То есть, маршрутизация работает в таком более-менее привычном виде, скажем, два интерфейса, external-internal, и, соответственно, для пользователей он конфигурируется в качестве шлюза для получения доступа, скажем, к сети управления, ну а на самих оборудований, на серверах, скажем, он конфигурируется так, чтобы ответный трафик, соответственно, в клиентскую сеть шел тоже через него. Таким образом происходит обрабатывание протоколов. На самом деле, если взять тот же протокол SSH, то очень мало, ну, по крайней мере, возможно, даже одно существует бесплатное решение, ну, точнее, даже не решение, но, скажем, есть инструменты для проведения атак SSH-Mind-NZ-Middle, которые работают с вторым версией протокола SSH, и при этом там на самом деле, ну, скажем так, я когда-то общался с автором одного такого инструмента, и, соответственно, чтобы это реализовать, пришлось потратить достаточно много времени, потому что нужно обрабатывать очень много различных служебных SSH-команд и так далее, то есть, чтобы для пользователя, который подключился, не выводился никакой там мусор на экран, то есть, чтобы он мог работать, получать результат и так далее, при этом все это более-менее быстро происходило, в общем, это в целом такая нетривиальная задача, скажем так, но, тем не менее, как мы понимаем, решается, и опять же, схема работы есть на слайдах, роутинг, как происходит, опять же, ну и дальше, самое интересное, это, конечно, веб-интерфейс управления и анализа, то есть, когда уже проходит трафик, появляется возможность изучать каждую административную сессию, просматривать, какие были файлы переданы, скажем, по тому же протоколу SCP, ну и так называемый audit trail, то есть, в формате видео все это можно просматривать, там даже экспортировать видеофайлы можно, и в общем, в таком видеоформате просматривать, что происходило, соответственно, какие выполнялись работы, также на слайдах, соответственно, есть пример SSH и RDP тоже, то есть, такой как плеер получается, в общем, достаточно интересная вещь своеобразная, ну, по-своему, наверное, может быть востребована в некоторых ситуациях, опять же, для, наверное, самых крупных сетей. Следующий пример CM-системы тоже, это Microsoft решение Microsoft Advanced Chit Analytics. Достаточно интересный специфический продукт, который, ну, подходит, скажем, определению CM, хотя внутри он на самом деле это IDS. По сути, этот продукт, он анализирует сетевой трафик контроллера домена за счет того, что зеркалируется трафик и, соответственно, анализирует события, которые там происходят. То есть, сама архитектура два компонента всего лишь, то есть, центр, это же и консоль управления, это CM, все в одном флаконе, получает данные от развернутых шлюзов. Может быть, один, может быть, несколько, в зависимости от контроллеров и так далее. То есть, можно шлюз установить как на отдельном выделенном сервере, ну, либо можно в некоторых случаях, хотя, наверное, не очень рекомендуемом, непосредственно лайт-версии этого шлюза установить прямо на контроллер. Такое своеобразное решение, конечно, когда отдельный шлюз это поудобнее. Ну, и, соответственно, что при этом начинает происходить? Трафик с контроллера зеркалируется и дальше происходит соответственно, анализ. Большинство классических, скажем, типовых атак, начиная, как мы можем видеть, опять же, на слайдах, начиная от самого простого брутфорса и заканчивая там пазцы хэш, атаки на керберос, все это активно мониторится и администратор получает как раз в этой CM-системе консоли получает достаточно, что мне отдельно понравилось, визуальная информация, то есть, что произошло, то есть, какой пользователь, из какого устройства непосредственно, что сделал, где получил несанкционированный доступ и даже там, если присмотреться внизу, рекомендейшнс. Ну, понятно, рекомендации там, в общем-то, очевидные, то есть, заблокировать пользователя, обновить систему и так далее, но в целом, выглядит вполне интересно и так же заявлено, скажем, некий поведенческий анализ, то есть, если развернуть подобную систему, чтобы она поработала, скажем так, пару недель в обычном режиме, то, если, скажем, некий пользователь, например, который заходил в какие-то общие ресурсы, потом, спустя там несколько недель, внезапно с правами домена администратора как-то подключится, то, скорее всего, будет предупреждение, что вот как-то подозрительно что-то происходит. Что касается типовых атак, то при тестировании большинство из них действительно обнаруживается, не все, но в целом работает вполне неплохо. Кстати, еще не отметил, но большинство этих решений, которые мы сегодня рассматриваем, что на кроссов, что на лоббит, их можно, скажем, взять триалную версию и, соответственно, посмотреть, как она работает вживую. Что еще можно сказать по поводу Microsoft? Отдельно, скажем, можно здесь вспомнить, опять же, чуть-чуть вернуться в прошлое, и несколько лет назад была уязвимость, если я правильно помню, S1468. Собственно, если кратко, то эта уязвимость, она позволяла, имея аккаунт любого низкопривилегированного доменного пользователя обратиться к контроллеру и сгенерировать Kerberos Ticket соответственно с максимальными привилегиями, ну, любыми правами в домене, то есть получить доменного администратора. Само уязвимость там состояла в том, что при каких-то условиях Kerberos не проверял так называемый пак, сертификат в Kerberos Privilege Account, в котором содержатся данные по конкретному пользователю, то есть членство в группах его, SID и так далее. Именно эта уязвимость использовалась, опять же, в нашем предыдущем разговоре, когда мы рассматривали таргетированные атаки, Ducu 2.0 и атаки на лаборатории Касперска. Вот это все там использовалось. Соответственно, эта уязвимость, конечно же, была пропатчена, но она была примечательна тем, что ей были подвержены все серверы начиная с 2003 и заканчивая с 2012. То есть массово Ну и стоит здесь, к чему все это собственно упоминается. Сейчас, конечно же, доступны абсолютно, скажем, под Windows, под Windows-платформы инструменты соответствующие и при проведении подобной атаки действительно тоже появится алерт и будет сообщение, что так, а на Kerberos вам необходимо срочно обновить контроллер домена, установить вот такой вот патч, потому что ваш пользователь, скажем, Джон, он только что получил права домена администратора. Саш, а как система решает, что это была уязвимость воспользована, а не ему, например, дали права действительно, особенно до того, как это вот прошел патч секьюрный? Понятно, что если есть известные уязвимости, то анализируя трафик и журналы событий Windows, то есть очередные паттерны, когда можно определить точно, что это использовался, скажем так, некий эксплойт и был получен доступ. Если мы говорим, что пользователь, не используя уязвимости, поднял свои привилегии, то здесь все отдается на, скажем так, суд аналитиков и разработчиков этой системы, то есть здесь уже происходит поведенческий анализ, то есть чем дольше, скажем, он работает, собирает данные, тем как-то пытается встраивать логику и вот опять же, ну в данном случае, скажем, будет не критическое предупреждение, тут опять же цветами выделяется, то есть там красный высокий уровень, то есть это стопроцентная компрометация, желтый предупреждение, может быть информационное, поэтому если пользователь внезапно получил какие-то высокие привилегии, то это будет скажем средний уровень предупреждения, что вот обратите внимание, пользователь такой-то, вот он только что владел свои привилегии, хотя до этого проработал два месяца и никогда этого не делал, как-то так происходит, то есть это конечно не идеально все, но оно как бы постепенно самообучается. Слушай, так вот раз ты говоришь самообучение, это что там, новомодные нейроночки в этом тоже участвуют или пока без этого? Пока без этого, чуть в конце сегодня коснемся, как это в будущем предвидят, скажем так, видят разработчики в ближайшем будущем, поэтому к этому дойдем. Ну и завершая Microsoft рассмотрение, опять же хочется еще раз подчеркнуть, что в данном случае по факту мы имеем, ну понятно, что это там CM-система достаточно умная, но в ее основе лежит классический, скажем, IDS в том плане, что просто циркалируется трафик и сообщение получается по факту, то есть уже, то есть если мы получили сообщение, что был получен доступ, то уже значит все скомпрометировано, ну если это скажем с использованием каких-то уязвимостей либо инструментов, то есть тут скажем постфактум предупредение, но в любом случае инструмент достаточно полезный в том плане, что можно пока не понимать, что происходит в Windows сетях и достаточно подробную информацию получать. Также еще можно добавить постепенно опять же функционал добавляется и по-моему недавно был добавлен функционал связанный с разведкой в Active Directory, то есть сейчас масса всяких инструментов атакующих, которые скажем получают информацию о списке пользователей Active Directory, какие у них привилегии, в каких они группах состоят, то есть обычно очень часто низкоприбированный пользователь может получить на самом деле очень много информации про Active Directory, иногда даже больше, чем администратор не знает и соответственно подобные действия они создают очень большой сплеск трафика, который в обычной работе пользователя Active Directory никогда не появится, ну то есть с одного адреса сотни запросов контроллера, это по LDAP может идти по каким-то еще другим протоколам, но тем не менее, ну и соответственно вот недавно, не так давно подобные действия тоже уже соответственно вызывают алерты, что вот подозрение на сбор информации и соответственно изучение сети Active Directory. Саш, в чате есть сомнения насчет того, является ли SCB частью системы CM? Ну, скажем так, это точно является частью операционных ИБ процессов, к которым мы сейчас как раз подходим плавно к последней теме. Ну, тогда чуть-чуть не торопясь, еще второй вопрос от этого же слушателя. Знаешь ли ты о CM IBM радара? Слышал, да, известная, скажем так, система определенной популярности тоже пользуется. один из крупных вендоров, что можно сказать. Ну, и мы тогда плавно переходим к последней теме, как раз к SOC системам. Security Operation Center, он же. Вначале что это такое и как вообще появилось и к чему пришли. На самом деле очень давно еще чуть ли не в 88 году, когда разразился червь Морриса, знаменитый. Еще в то время начали создавать так называемые SERTA, то есть Computer Emergency Response Team, группа реагирования на чрезвычайные ситуации, можно сказать. Ну, конечно, это были не SOC, но что-то вот такое подозрение похоже начало появляться, но сам непосредственно термин к моему где-то в 2015 году вообще впервые начал активно в ИБ сообществе использоваться и в этом и в прошлом году это просто постоянно на слуху отдельные SOC-форумы, SOC-саммиты и так далее, то есть все в общем-то вокруг этого постепенно крутится. Что это вообще такое? Классически опять же очень много разных определений по этому поводу ходят и какие-то из них можно согласиться с какими-то нет. Классическое определение, с которым большинство наверное вендоров соглашается, SOC это совокупность людей, технологий, процессов, то есть из трех таких вот больших частей состоит люди, технологии, процессы. При этом технология она все это консолидирует, чтобы соответственно людям было удобно работать. Технологии это СИЕМы, это контроль привигированного доступа, как раз то, что вот SCB, это может быть IPS, Next Generation Firewall, антивирусы, диспам, все что угодно, то есть все технологии они как бы опять же объединяются. Что касается людей, то создаются здесь отдельно подразделения, там могут быть операторы, SOC, это могут быть аналитики SOC. Ну и процессы, да, это единая консоль мониторинга, расследование, контроль доступа ко всему, контроль внешнего периметра, управление инцидентами и контроль действий прививленных пользователей. То есть это все в общем-то воедино, скажем так, соединяется. Ну источники событий традиционно дают информацию на СИЕМ. Соответственно с инцидентами работают операторы SOC и в классическом скажем, если что-то простое и понятное, то инцидент передается в хелпдеск, скажем, или в какую-то IT-службу. Если что-то серьезное или оператор не смог разобраться, то передается уже аналитикам SOC, либо аналитики информационной безопасности. В крупных компаниях служба, соответственно операторы, например, или аналитики, они могут работать и 24 на 7. То есть если постоянно происходят какие-то события, и большое количество опять же источников, кроме этого, опять же, все это консолидируется и скажем, часто сейчас создается централизованное подразделение в каком-то одном регионе, чем в каждом регионе, если их очень много, и соответственно все это в центр, как раз в SOC и направляется. Какие могут быть вообще, скажем, зачем вообще создавать SOC и кому это нужно? То же самое, что и мы говорили про CM. Много консолей, много систем, очень много журналов, и то же самое, что и про CM, то есть предотвращенный ущерб, если раньше смогли обнаружить, то, соответственно, больше смогли экономить и ущерб предотвратили. А не возникает проблемы доказать, что смогли что-то остановить и предотвратили? Ну, то есть свою нужность бизнесу объяснить? Ну, это отдельный такой большой вопрос, конечно, насчет средств, это, конечно, да. Тут в некоторых ситуациях и просто необходимость фаерволла тяжело доказывать, поэтому мы говорим обычно, если SOC, то это уже что-то большое, то есть если цифры рассматривать, то, опять же, вендоры, интеграторы, они примерно сходятся, один сотрудник SOC на одну тысячу сотрудников компании. Но, то есть это такие очень приблизительные цифры, на самом деле, конечно, все зависит от компании, то есть может быть компания на 200 человек, которые там полтысячи серверов и им тоже, конечно, некий элемент этого потребуется. Но тысяча на, то есть один сотрудник оператора на VTX SOC на тысячу сотрудников. Слушай, а вот раз уже заговорили про сотрудников SOC, там вот организационно внутри, это как должно выглядеть? Внутри, соответственно, и B структуры, он и создается, то есть, опять же, как я вот говорил, что некоторое количество операторов, то есть, те, кто 24 на 7, например, могут находиться и постоянно по сменам все это анализировать. И дальше аналитики, которые, соответственно, работают с самыми сложными случаями, когда что-то нетипичное, непонятное происходит. Я смотрю, я вот что имею ввиду, вот эти аналитики, у них должна быть какая-то специализация или это такая команда что, где, когда, и у которой отвечает Александр Друзь? Ну, наверное, зависит от компании. на самом деле, конечно, имеется ввиду, на работу уже, конечно, берут обычно с определенными какими-то знаниями, ну, кроме этого, многое, наверное, уже в процессе работы. То есть, если, например, внедряется сок, то, наверное, даже в процессе внедрения уже некая дополнительная опыт тоже может приходить, наверное. Не всегда может быть и собственные сотрудники, то есть, часть процессов может отдаваться на аутсорс, вендоры с удовольствием, конечно, тоже берут на аутсорс и сами будут тоже обрабатывать некоторые события, там, скажем, опять же, то есть, все, конечно, никто не отдает на аутсорс, но частично тоже. То есть, ну, сок это как бы неотъемлемая часть компании, то есть, но отдельные сервисы на аутсорс тоже отдаются. Несколько примеров тоже можно, наверное, попробовать посмотреть. Ну, самый, наверное, такой вот пример наглядный как раз, есть ли вот какая-то типа вон на край или что-то подобное, какие-то вирусные атаки. Соответственно, понятно, что действия не как проактивные, так и реактивные. В том же сок производится, то есть, если мы говорим проактивные действия, то сок следит за установкой патчей, патч-менеджмент, опять же, организован процесс, конечно же, резервного копирования, мониторинг событий, сегментация сети, опять же, скажем, что тоже упоминалось. Ну, а после этого, после того, как стало известно, например, становится известно, что что-то такое происходит, то уже, скажем, могут происходить реактивные меры, опять же, те же налетики сок, либо самостоятельно, либо передают задачи в IT соответствующие подразделения, то есть, например, проверить периметр, ну, мало ли, вдруг где-то там SMB работает, опять же, произвести проверку, что все установленные патчи, там, где вдруг, казалось, там не установлены, опять же, тоже сообщить, чтобы установили, ну, и сюда же, кстати, может, опять же, в те же обязанности даже сок входит и инструктаж и пользователей, и администраторов, IT-подразделений, то есть, о том, что какие-то могут быть действия происходить, ну, дальше это все, опять же, можно расширять, то есть, создать, как мы уже ранее рассматривали, в СИЭМ создать правила, которые сработают, например, есть ли попытка подключения к большому количеству себе портов, добавить там сигнатуры, которые там стали известны, например, стали известны IP-адреса командных центров, тоже в СИЭМ внести и создать соответствующую политику, которая будет обрабатывать, резолв вредоносных DNA-симбилон, тот же самый синхол, который мы ранее рассматривали, то есть, это все как бы можно накручивать и, соответственно, таким образом, ну, и понятно, что чем больше сделано там на проактивном этапе, тем меньше на реактивном, но тем не менее. Соответственно, к чему в итоге приходим, что сок на самом деле это такая вот операционная безопасность, скажем так, то есть, если его нету, как в многих компаниях, то на самом деле эта функция просто тогда лежит на IT-структуре, ну, так или иначе это все выполняется, то есть, опять же, терминология может очень сильно различаться, но на самом деле сок это такая вот парадигма, скажем, подход к работе, скажем, когда вот угрозы, соответственно, уже могут предполагаться и внутри, скажем, сети, поэтому такая ситуация. Что касается вот как раз эволюции, скажем, ну, как вообще это происходило, изначально, когда только термин появился, это были просто CM-системы, поэтому иногда очень, точнее, даже часто, наверное, там, на сок говорят CM, на CM говорят сок, и так далее, то есть, эти два термина часто интерпретируют. В текущей ситуации сок это CM плюс технологии люди-процессы, это вот общая такая структура. Ну, и, соответственно, куда прогнозируют и куда разработчики все направляют свои усилия сейчас, это автоматизация, максимальная автоматизация, машинное обучение, и, кроме этого, естественно, люди никуда не денутся, поэтому также идут работы по повышению эффективности команды людей, которые с работают, то есть, распределение компетенций, как распределить все эти функции, ну, и также разрабатывается автоматизация, которая, скажем так, она позволит сохранять полученные знания, по максимуму исключать рутину, ускорять операции, с которыми постоянно сталкиваются аналитики и так далее. То есть, вот, развитие идет в технологии и в эффективность людей, скажем так, в обе стороны. А вот примерно такая ситуация у нас сейчас обстоит. А есть в соке, в Сиеме место для Big Data и для разработчиков? Здесь Сием без разработчиков просто невозможен, то есть, не касались вопроса внедрения, потому что, опять же, такая тема не совсем техническая, либо внедряют самостоятельно, либо, опять же, аутсорс приглашают, и при этом без разработчиков конечно никуда не деться. То есть, либо свои разработчики, либо разработчики на аутсорсе, потому что нету двух одинаковых компаний, то есть, везде какие-то свои сервисы, какие-то свои источники событий, там может быть разный API, чтобы все это собрать. То есть, понятно, что везде там сисло может быть. Где-то нужно к API обращаться, чтобы получить данные, где-то как-то еще. Соответственно, без разработчиков никуда и чтобы все это логи в сети нормализовать, потом, чтобы можно коррелировать всю информацию, для этого, конечно же, разработчики приглашаются. Что касается Big Data, то, опять же, как я упоминал ранее, одной из таких важных функций, это, конечно, длительное хранение информации. То есть, когда атаки очень сильно растянуты по времени, то информации нужно очень много и, соответственно, конечно же, все новые технологии, они все, конечно, будут применяться и этому, я думаю, увидим скоро. Ну да, учитывая количество источников информации, если говорим про CM-систему, то действительно там полигон для разработок огромный, для обучения. Ну и в завершение, прежде чем начинать строить там сок или даже CM-систему, ну, очевидно, что нужно вначале полностью понимать свою инфраструктуру, как-то наладить управление базовыми вещами, то есть управление уязвимостями, патчами, управление доступом, кто куда имеет доступ и так далее, то есть какие-то базовые операционные задачи решать и уже потом это все постепенно можно приводить уже к тому же CM. Ну, вот я заметил, что ты свой план построил по, можно сказать, восходящей иерархии, начал с просто фаерволов, которые были и стали частью NG фаерволов, которые стали частью CM, SOC и так далее, и главный вопрос, как все это работает в реальной жизни, то есть насколько это все доступно мелкому, среднему бизнесу, где вот, где они начинают отсекаться, грубо говоря. Ну, тут опять же сложно ответить, но крупный бизнес либо уже, опять скажу, во-первых, стоит начать с того, что сам факт того, что уже, скажем, на 100% что-то внедрили, он в случае там SOC-системы, он практически невозможен, то есть, имеется в виду, можно отметить только, когда система уже начала работать и уже пошли какие-то данные, то есть, оно, скажем, довести до идеального состояния, там, до бесконечности, то есть, как тут же вендор говорит, это там бесконечный процесс, постоянно что-то допиливать, ну и опять же, IT-структура, она тоже не застывшая, скажем, в вакууме, она тоже постоянно меняется и, соответственно, SOC-системы, они тоже должны постоянно допиливаться и подстраиваться, поэтому этот процесс такой бесконечный, но, соответственно, крупный бизнес во многом уже использует подобные системы, скажем так, что касается мелкого, ну, опять же, тут, во-первых, в средства упирается все, потому что продукты, которые мы сегодня рассматривали, например, они, конечно же, все коммерческие и они все недешевые явно, разные причины, почему так, но, тем не менее, факт в том, что это все достаточно дорого, плюс нужен еще персонал, который все это будет делать, поэтому, как, опять же, с цифрами, один сотрудник на тысячу, наверное, где-то так и есть, примерно так это начинается, наверное. Ну, что касается более простых вещей, ну, те же Microsoft решения, та же Cisco Generation, это, естественно, уже, опять же, вполне проще все это внедрять, и тут лишь бы были, скажем, достаточные ресурсы для того, чтобы все это использовать. Какие-то огромные сложности при этом, конечно, не стоит, но начинать можно опять же с базовых простых вещей, то есть, чтобы все это, вся структура, она была понятна, без каких-то темных пятен, как это очень часто бывает, где-то запустили что-то тестовое, потом забыли, там где-то что-то крутится, то есть, начиная с организации в простых вещах, дальше постепенно пробовать уже переводить на, соответственно, более такие интеллектуальные вещи. но все равно пока человеческий фактор-то решает в плане темных участков. Ну, то есть, глупость человеческая непредсказуема. Безусловно. То есть, даже используя... И безгранично. Да, используя все возможные, естественно, инструменты, все равно, конечно, абсолютно никакой защиты быть не может. примеры этому постоянно возникают в новостях, поэтому... стремиться, соответственно, к некому такому организационному порядку и техническому порядку. Технологии, как мы увидели, уже немного шагнули вперед и возможностей стало чуть побольше, чуть больше автоматизации, уже несколько проще за всем этим следить. Ну, и будем надеяться, что дальше автоматизации будет больше и, соответственно, понимание и контроля происходящим тоже будет возникать побольше. Ну, вот это, кстати, нам один слушатель до эфира прислал вопрос вот как раз на эту тему, что Eternal Blue уже известен далеко не первый день, а почему вот до сих пор триумфально шествует по миру вирусы, основанные на нем. Мне кажется, это только этой глупостью и можно объяснить. Безусловно, да, то есть отсутствие базовых таких операционных вещей, то есть не патч-менеджмента никаких. Ну, опять же, это, скажем так, не во всех случаях непосредственно всю вину можно перекладывать на технический персонал. Ну, имеется в виду в тех случаях, если один сотрудник работает там за троих и выполняет вообще все эти задачи, то тут уже бывают, конечно, такие разные ситуации. Но в целом, да, в целом, если компании эти процессы не налажены, то даже такие простые вирусные эпидемии, которых можно относительно эффективно, легко и защититься, то могут наносить ущерб. Так, а что, может тогда посмотрим остальные вопросы от слушателей или что, Марат, есть еще что сказать? Да нет, у меня только один вопрос был, рассматривая все огромное количество технологий, которые включаются в секьюрити, не пытаются ли вендоры обычные вещи называть какими-то своими именами и выдавать за уникальный функционал, пытаясь продать его? Бывает, конечно же, такое, это как и в любом бизнесе маркетинг иногда может всякое странное делать, но, скажем, в целом, как мы могли увидеть, все-таки технологии тоже развиваются, то есть, это не просто там какая-то красивая обертка, но, действительно, на примерах мы посмотрели, что, по сравнению с тем, что, скажем, лет 10 назад было классические Stateful Firewall и все, но сейчас мы, конечно, можем все-таки побольше информации получать о происходящем. А есть ли в этой сфере какие-то стандарты? Я думаю, пока, если мы берем там SOC-7, это слишком молодая сфера, если тот же SOC 2015 года, то есть, пока не на 100% устаканилось все, то есть, это все слишком на таком раннем этапе, скажем, то есть, оно все будет еще очень сильно развиваться. Ну, то есть, идем по тем же шагам, что в свое время в Телекоме несколько реализаций, потом самое успешное становится стандартом. Ну, похоже на то, да. То есть, сейчас очень много реализаций, то есть, чуть ли не каждый вендор свой, какой-то там CM, SOC, множество просто eBay-компаний что-то свое пытаются тоже там делать, продавать там и так далее. То есть, количество на самом деле очень большое и в чем-то они похожи, в чем-то отвечаются, поэтому на самом деле выбор, наверное, самый такой непростой сейчас. Ну, обычно как выбирают, просто берут несколько продуктов более-менее подходящих и их в таком пилотированном режиме используют некоторое время и просто останавливаются на том, что больше всего как бы подходит под текущую инфраструктуру. если мы про SOC говорим. Сань, ну давай по вопросам. Давайте по вопросам. Так, ну вот сначала начнем издалека. Спрашивают, как можно разграничить Legacy Firewall и NextGen Firewall. Ну, тут мы рассмотрели более-менее, ну, Legacy я бы не сказал, просто скажем, классический Stateful Firewall, это соответственно, просто Firewall, который все видели, для NextGeneration, это как минимум контроль приложений, тот же там DPI, тот же плюс APS, там, анти-батнет там и так далее. То есть, это просто комбайн с большим количеством функционала, который при этом работает достаточно, ну, скажем так, вполне комфортно и выполняет свой функционал. Ну, то есть, то, что вот раньше все называли, ну, скажем так, обычным антивирусом, а теперь это там, не знаю, какой-нибудь Security Control Center Server Edition, где там у нас антивирусы, firewall, и спам-фильтры, и все на свете, это вот оно. Ну, в каком-то, наверное, смысле можно даже и это назвать, но так не рассматриваю такие решения, как бы не думал именно, я, в моем представлении, все-таки это больше аппаратное решение, потому что можно достаточно серьезно, скажем так, обрабатывать потоки трафика, поэтому я все-таки склоняюсь к аппаратным решениям. Не, ну, просто же интересно. Все знаем, что есть Касперский, прости господи, и все они все это умеют, ну, на определенном объеме, конечно. Скажем так, firewall, они не конкурируют с антивирусными компаниями, это просто как одна дополнительная фича, проверка там, может быть, на вирусы, там они как бы конкурируют с системой, с тем, что у них есть система IPS, с тем, что у них есть URL-фильтеринг всякий, и работа с приложениями уже на, соответственно, ну, то есть то, что DPI можно назвать таким, упрощенным. Вот, собственно, это их фичи. То есть мы можем не просто на третьем, четвертом уровне фильтровать, а мы можем заглядывать внутрь пакетов и уже принимать решение, соответственно, то, что внутри у них находится. Вот, собственно, это отвечает X-Generation Firewall от классического. Ну, вот, кстати, возможно, как раз в тему будет спрашивают, а сколько по деньгам стоит распотрошить 10 гигабитов? Ну, этот вопрос уже несколько раз примерно звучал. Я, как бы, продажами, как бы, да, не занимаюсь, поэтому тут уже надо лучше узнавать, соответственно. Ну, хотя бы так, там, я не знаю, порядок, там, цен 1000 долларов, 10 миллионов, то есть совсем неизвестно. Лучше смотреть, то есть, лучше смотреть, потому что, ну, у них, как бы, линейка достаточно большая у каждого вендора, поэтому, есть для мелкого бизнеса, для операторского уровня и так далее. Поэтому, лучше посмотреть, то есть, эта информация, как бы, не такая уж, как бы, секретная, сложная, легко можно найти. Ну, да. Характеристики очень подробные. У Cisco, она, как бы, ну, по крайней мере, старается характеристики указывать. В общем, парни, не бойтесь общаться с Сылзами. Они бывают очень даже хорошие. Так, дальше спрашивают. В современном мире есть ли смысл делить сеть на LAN, DMZ, Outside или уже все, просто сеть? Делят. Более того, наоборот, в некоторых случаях микросегментация еще более сегментирована. Тут можно посоветовать статью на Хабре, которая была месяц назад, по-моему, просто поиском, по-моему, по сегментации можно найти. Там прям такая сегментация. Да, очень такая хардкорная, ну, в смысле, в плане того, насколько сильно все сервисы были разделены. Поэтому, конечно, используется и это действительно помогает. То есть, если, например, сервер DMZ был скомпрометирован, но и при этом правил контроля настроены, то дальше уже в такой еще никуда не сможет попасть. А если все как бы в общей сети, то все, как бы вся сеть свободна, дальше уже можно исследовать, изучать все информацию и так далее. Поэтому, конечно же, разделяют. А вот следующим вопросом тебя как раз и просят дать хоть какие-нибудь рекомендации по сегментации, инспектированию, трафику. На Хабре несколько статей было достаточно хороших с картинками и с описанием. Поэтому только рекомендую почитать на Хабре. Эту тему очень было хорошо написано. Ну и на сладкое расскажи про любимое решение для анализа и мониторинга сетей. Тут как бы особо любимого нету. Так получилось, что в основном с циской работой, поэтому и с классическими, и с вот как раз самым последним по чуть-чуть изучаю, конфигурирую. Поэтому особо сравнить не с чем было пока, поэтому работаю с тем, что есть, скажем так. Понятно. Так, Март. Ну и вопрос из чатика. Последний, прям годный вопрос про дизайн сети с учетом Next Generation Firewall. Каким образом он ставится в сеть? То есть вот вопрос дословно необходимо найти по множеству разных реальных адресов, которые размещаются пулами, поэтому ставить асу на границу сети как единую точку выхода в интернет не подходят? Асу можно ставить вообще где угодно, то есть сама циска по своим кайдлайндам рисует где угодно, то есть ее можно поставить не обязательно на интернет-эйдж, ее можно поставить за пограничным роутером, и тоже будет работать, ее можно вообще где-то внутри поставить, их можно несколько поставить, то есть тут полный простор, как бы самое главное направить на нее тот трафик, который она должна обрабатывать, то есть и соответственно с ним дальше работать, то есть какой-то единственный такой вот только ставим на интернет-эйдж, такого нету, достаточно давно уже нету, тут можно еще добавить, что в двух режимах может работать, как раз наверное и скорее всего классическое тоже, то есть можно в режиме роутед, можно в режиме L2-бриджа, но правда вот этот режим прозрачный L2-бриджа, он очень сильно так вот лимитирован, он больше на работу в дата-центрах, ну по крайней мере вендор так заявляет, там есть некоторые ограничения, поэтому дефолтный режим всегда режим роутед, и соответственно уже как разграничение или три сегмента идет, и тут еще сразу наверное стоит заметить, что если есть какой-то такой фаервол уже настроенный и взять в нем поменять режим, то конфигурация вся очистится, то есть это считается, что надо все с нуля настраивать, поэтому тут такая особенность есть. Я подозреваю, что тоже циски должны быть на сайте какие-то стандартные дизайны. Их, в том-то и дело, что их как бы да, они есть, но их как бы много разных, то есть в зависимости как бы от нужд, и тут как говорится, что вообще с над и оса это такая для многих такая тема не очень приятная, потому что там не очень удобно все это реализовывать. Вообще, если мы берем там осу, то там много на самом деле ограничений, например, там, что можно вспомнить, с GRE там, нету, там очень много лет не было полиси-бейсинг-роутинг, он появился в последних версиях, пока может даже не совсем, ну то есть там на самом деле, ну то есть это не совсем роутер, скажем так, ну понятно, совсем другая целевая, скажем так, ниша, поэтому даже обычным ISR маршрутизатором конечно оса проигрывает, это и так ясно, ну потому что она для других задач, поэтому можно ее ставить за маршрутизатором и соответственно обрабатывать уже дальше трафик, тем самым, например, в качестве положительного момента будет снижение фолз-позитивов, то есть если мы поставим ее прямо на интернет-эдж, то понятно, что снаружи количество трафика, которое там сканирование, там какие-то атаки, оно очень велико будет проходить, соответственно, будет огромное количество срабатываний, которые, ну по сути, потом придется настраивать и отключать, если мы поставим за пограничным маршрутизатором, то тем самым уже будем анализировать, скажем, то, что внутри сети происходит, скажем, и не нужная информация будет мешать. Вот, кстати, слышал еще такой вопрос, когда, ну вот некоторые анализаторы трафика фендеров, да, они говорят, что можно, в принципе, даже в параллель поставить их анализатор, и возникает такой вопрос, вот в случае обнаружения там какой-то аномалии или угрозы, какие шансы на то, что он успеет отработать на основной канал? Скажем, если там IPS по сигнатурам, скажем, обнаружит, то, ну как, так как трафик, если там, ну, как мы говорим, там, инлайн, то есть в разрез сети установлен, то, конечно, он сначала отработает а потом пропустит, то есть тут на скорость времени как бы не особо играет. Мы же как бы устанавливаем обычно в разрез сети или бы маршрутизируем через себя, поэтому при любом случае самое главное, чтобы были сигнатуры, ну, той же IPS, например, либо сигнатура, либо ручной кем-то созданное правило, которое, соответственно, нежелательно заблокирует. Вот и все. Тут скорее может возникнуть вопрос, что произойдет, если выйдет из строя и отключится от Firewall, поэтому есть варианты Highwall Ability, можно Active-Active, Active Standby устанавливать, но, естественно, все это увеличивает стоимость. Опять же, Asada и другие эндеры все это умеют. Я так понимаю, что в параллель как бы ставят именно для этого, что если с ним что-то происходит, чтобы канал продолжал работать. Ну да, безусловно, то есть там как бы все случаи можно предусматривать. Ну что, Марат, есть еще чего? Друзья, вопросы закончились, поэтому, я думаю, мы на этом заканчиваем и... Подожди, а мы будем про магию имени Наташи рассказывать? Будем, я дам слово тебе. А почему не Наташа? Но сначала... Не, ну если Наташа готова ляпнуть что-нибудь. Ну вот для начала хочу сказать спасибо Александру за, как всегда, интересный доклад. Всем спасибо, с удовольствием всегда тоже присутствую. Ну и что, Наташа, ты с нами? Я интеллигирую возможность высказаться. Ну что ж ты так, ну больше Наташ хороших и разных. Но на самом деле история-то какая, что те, кто с нами давно может быть и помнят, что у нас почему-то по какой-то совершенно мистической вещи все самые веселые и интересные истории связаны с прекрасным именем Наташа. И тут, значит, вчера в нашем чатике в Телеграме значит случился 666-й пользователь, которого, угадайте, звали. Как? Наташа. Марат, ты знал, ты знал. И мы эту Наташу даже нашли, ее даже, ее Антон нашел, потому что я уже забыл, как эту Наташу полностью зовут. Антон, ты помнишь? Вот Антон тоже прикинулся веником и куда-то сбежал. Потому что все... А я знаю, как ее ходили. Я тут, тут все хорошо. А все, опоздал. Давай, Наташа расскажет нам про Наташу, она решилась. Саркисова. Наталья, у тебя удивительно мужской голос. Просто Наташа написала в чате, отметилась, поэтому все теперь могут знать. Нет, мы же ее еще нашли на Фейсбуке. В общем, весь цимис-то истории в чем? Весь цимис-то истории в том, что девушка не знала, для чего используется 666-й порт, а теперь она узнала. Я надеюсь, все знали. Я тоже не знал. Встал и вышел отсюда. Хорошо. И что, ты ушел? Ну, ну вы расскажите, да я уйду. Так, а в этом, пожалуй, все. Мы в очередной раз подтвердили мистичность имени Наташа, вспомнили прекрасную игру, посмеялись. Вслух-то не вспомнили. Почему не вспомнили вслух? Кто не вспомнил вслух? Может быть, я прослушала, конечно. Да не, не говорил ты, Саша, не говорил. ладно, не говорил. Но я предлагаю во всем обвинить Макса, потому что у него длинные пинги. Все как всегда. Да, Макс, что там с пингами? Откликнись. Все нормально. Собрание стрелочников. Ну и пока мы еще до конца совсем не завершили подкаст, у нас в почту недели две назад и в чат одновременно ворвался некий Константин Буркалев и буквально насильно нам рассказал про свой подкаст Software Development Podcast, подкаст, что для нас, в общем-то, не характерно с разработчиками дружить. Сказать он хотел, чтобы в последнем выпуске не обсуждали разработку анти-додос-решения FastNetMon собственно с автором этой программы. Вот, я послушал, не знаю, ребята, как вы слушали или нет. В общем, мне показалось шоу серьезное. В гостях у подкаста были лаборатория Касперского, Яндекс, Авито. В общем, интересно, правда, для разработчиков, но для нас тоже интересные темы проскакивают. Но это можно, знаешь, сравнить, если вы способны слушать радио Ти и понимать хотя бы половину того, что там обсуждают, этих можно смело слушать. Вроде того. Ну что, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо, Саша. Приходи к нам еще. Ты уже рекордсмен. И я думаю, твое место уже никто не займет в этом почетном списке. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова